включилась да ну давай говори откуда кто такой зачем пришел ну я с вами уже говорит я максимский так когда мы встречались где-то месяца два назад месяца два назад так у нас все записывается выставляется в интернет никогда против не был нет а сейчас не против уже не договори что у тебя там есть такое я выписал некоторые вопросы и по возможности ответьте как почитать правильно иконы и мощи вот то есть я захожу в церкви например мне каждой коней идти и вот например целовать или вспоминать об этом человеке по святому но вас священники там есть священники есть вот к нему и подойдите я же не вижу ни мощи не священник он же рядом мне как заочно такие вопросы отвечать вы продаете мы спросите он вам ответит вот еще вот торговля храме я часто слушать не как не должна быть не должна это противобожественная я просто в какой храм не захожу венчание 300 крещение 500 мы сегодня так и говорили об этом да вот а где найти такой храм как правильно найти этот моя не знаю где найдете на искать надо у нас и торгует у нас тут не торгуют нигде в на в наших храмах а вот еще у меня вопрос как понять или ты спасенный ведь что-то и что такое рождение свыше вот как это почувствовать именно а вызове зарядите в интернет зайдите на в youtube и зарядите отец геннадий фаст а рождение фаст фэпера фэ потом а ну при федора анна дальше софья тамара фаст получится геннадий фаст и а рождение свыше и вы его него все там увидите я тогда на это уже отвечал много раз метод зайдите хоть на наш форум зарядите рождение свыше на ю тубе на нашем на нашем канале наши ресурсы то у вас есть да ну вот так еще хотел вот матфея 28 вот написано идите и научите все народы крестя и во имя отца и сына и святого духа у меня вопрос почему тогда крестя детей если тут написано идите и научите запятая как можно вот ребенка никак нельзя и ребенка нельзя никак научить он не понимает почему крестят тогда родить но когда крестился допустим мы считаем корнилий крестился и весь дом его лидия крестила степана у всех дом что все были без бесплодная он ничего не понимает это завет с богом а вот когда в раму бог сказала обрезать восемь дней это завет с богом а что еврейский ребенок что-то понимал может быть он уже рождался с кошельком денег нет конечно такой же был ребенок бестолковый и он однако был обрезан восьмой день обрезана обрезание означало крещение там никто не рассуждал а если не будет делать истребиться душа то если ребенок не крыли не обрезана его надо убить было и все на этом а это про образ крещения крещение это дверь в ковчег если но и спасался он всех ребятишек забрал неужели бы он бросил так что тут вопрос снимается если не верующий крестить не надо детей а если уверовал надо крестить понятно вот тоже еще у меня один вопрос вот у меня часто в колледже спрашивают но я учусь а вот если за один грех наступает смерть библии написано то почему тогда в этой жизни не оторваться по полу не оторваться от чего оторваться по полной то есть вот если за один грех наступает смерть то вот у меня спрашивают а почему мы должны идти пожить в правильную правильность если за один грех наступает вопросов чем собственно если за один грех смерть но почему бы нам не оторваться по полу то есть не селиться гулять отрыва отрывается в пропасть ада оборвешься и все какое-то веселье то голова на утро болит перепил тебя вырвет какое здоровье то пена тебя прибьют где-нибудь или обберут но это не я если знаешь что грех поэтому никак нельзя даже называть как грех это смерть возмездие за грех смерть и поэтому всячески надо отгребать от него вопроса от кого-то то есть вот сам этого не делал но над кого-то я отвечаю не задевай она на от тебя уеха то дает у меня спрашивают зачем ты веришь в христа если бога нет как этим людям отвечать не как бога нету неверующие говорят что бога нет он вот сейчас войны идут болезни вот но откройте 13 псалом 1 2 стих псалом 13 52 псалом псалтырь написано сказал безумие сердце своем нет бога они безумные отойдет них он безумный он бросится может он может укусить может раз безумный то святая библия говорит что сказал безумие сердце своем нет бога написано неверующий бога представляет его лживым то есть на бога говорит что ты бог лжешь где он будет такой человек верующий в сына божий имеет жизнь вечную они верующие не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем вот это евангелие от я на 3 глава 36 стих заучите его и скажите а он не верит отойди от него 336 меня много людей спрашивает это вот особенно мои товарищи и они в это ну как бы не верят они говорят что бога нету а я хочу им доказать это что он есть и он вездезучий но как это сделать никак вы отойдите от них отойдите чтобы не погибнуть но им же спасение тоже нужно если нужно они бы пришли им нужно силом ты не дашь написано не бросай жемчуг перед свиньями перед сами они тебя растерзают нужно но однако не все кола христа уверовали многие не верили другие его распинали апостола павла не все приняли 40 киллеров его хотели убить так что желание наше есть молись только и все не ходи с ними никогда не встречается наде себе добрых товарищей чего ходить то где то еще это даст а занимайся хорошо начнешь говорить с молодыми совсем ничего не знают вот прыгали бы бегали москаляку на геляку стоят прыгают четвертый том четвертый том ваш как беседовать это у меня открытым оком книги и 4 том в четвертом томе написано с какими людьми как беседовать кто-то в бога не верит кто-то библию не принимает другой говорит я еще успею а третий там говорит я пробовал да не получилось и как с каждым беседовать там кажется 24 категории людей еще последний вопрос помолитесь за меня тоже там у вас на богослужение спасибо христос всего хорошего с богом и вас